Возвращаемся на DPC. СНГ-регион. Первый дивизион и у нас два очень сочных матча. Хотя, казалось бы, что может быть сочнее матчей бэйт, но тем не менее. Матч Na'Vi и MindGames, они же X-Unique, на очереди. Представляю вам обновленную аналитику. Смайл. Секундочку, секундочку, подождите. Красиво, мне тоже надеюсь? Готово, как хочешь. Не знаю, я боюсь, я с детства боюсь этих штук, меня она ударила током в детстве и вот. Спасибо. Сегодня еще в новогодней атмосфере, елочка стоит красивая. Красиво, да, очень красиво. Действительно, я оценил. Все очень классно. Интересно, какие будут игры, потому что это самое главное, но тем не менее. Будем надеяться, что новогодние. Будем надеяться. Сергей, ты вернулся к нам из ссылки D2CL. Мы с Димоном тоже вчера были. Были в ссылке. 3B103 за день, да? Были в ссылке, да. Там просто такие игры были конкретно вчера. Я часть игр видел, которые ты комментировал, тоже закачаешься. Но теперь у нас все серьезно. Теперь у нас битва за очки DPC, как мы уже много раз говорили. Сейчас уже даже не важно, какую игру команда показывает. Важно посмотреть, какие очки она забирает, сколько очков. И у нас есть профайлы команд. Давайте посмотрим за командой Na'Vi. Легендарная победа на первом Инте – главное достижение Na'Vi. Хардстайл, Дэнди, Хвост, Купей, Лайт оф Хевен – эти имена подарили нам много запоминающихся хайлайтов прошлых лет. Следующие два года Na'Vi тоже показывали отличные результаты, дойдя до гранд-финала, но чемпионами не становились. В 2020 году Na'Vi подписали состав Fly to Moon и отлично себя показали на Oga Dota Pit Season 3 и Sail One Germany. После чего V-Tune, Iceberg, General, Roger и Always Wanna Fly официально присоединились к команде. В первом сезоне DPC, где конкуренцию им могли составить только ВП, они показали отличный результат, но, к сожалению, Na'Vi так и не смогли отобраться на Инт. После нескольких изменений и скандалов внутри состава, Na'Vi представили новый ростер, готовый побороться за победу в новом сезоне. V-Tune, No One, General, Aloha Dance, Solo и тренер Артстайл. Как вам новый ростер с командой Na'Vi? Ладно, спрошу по-другому. Как их игра? Потому что ростер-то мы давно заценили. Как игра? Мы все ожидали большего. Мы все верили, что команда, которая заранее собралась до этого права в буткемп, вернулись, продолжили делать буткемп. Причем там многие игроки с тобой играли, они сейчас будут давить опытом, будут возвращать свой скилл, будут показывать феноменальный уровень игры. Это то, что мы ожидали. Ожидание, реальность такова, что они там еле-еле-еле обыгрывают Империю, где Гостик просто собрал четырех пацанов и, грубо говоря, они тоже идут с нуля. Поэтому, ну, мы разочарованы, по крайней мере, я. Я ждал ведь больше, вообще думал, что они в этом сезоне стабильно топ-1, топ-2, это минимум. Но, как бы сказала практика, они, не пойми, чем занимались все это время, и сейчас они обыгрывают, но довольно слабые команды. Сергей, каратенечко давай, у нас второй профайл. Да, ну, очень двояко, на самом деле. После такого количества времени, проведенного на буткемпах, слышать в послематчном интервью, что они еще не до конца как-то сыгрались, не до конца подготовились, ну, вот это очень странно, на самом деле. Нужно время сыграться, классическая СНГ-шная тема. Но давайте посмотрим за их оппонентами MindGames. Team Unique. Основанная в 2018 году, Team Unique является одной из самых молодых киберспортивных организаций в верхнем дивизионе. Ведь состав по Dota 2 появился только в 2019 году. Первый ростер состоял из Palantinos, Pikachu, Chishir, Bigno и Black Arkham. Но из-за неудовлетворительных результатов в том же году он был распущен. Через месяц Team Unique подписали новый стак. Sunny, Naive, Last Hero, So Bad и J4. Но и здесь команду ждали провалы на квалификациях к серьезным турнирам. Положительные тенденции начались в 2020 году с подписания Джентльмена, Зитракса, Найнтина, Безезе, Воскора и Чу. Чуть позже Чу сменил Иллюжен, Зитракса, Палантимос. И команда заняла четвертое место в третьем сезоне пари Матч Лиг. В прошлых сезонах DPC Team Unique смогла сохранить место в верхнем дивизионе, заняв шестое и четвертое место соответственно. 1 декабря рэпер I Am Mind выкупил состав у организации. Пока команда выступает под прежним тегом, а состав выглядит так. Slayer, Bigno, Petushara, FN, Jessup. Да, конечно же, наверное, стоит добавить, что тег они все же сменили, просто они сделали это относительно недавно, и в нашем видео этого нет. Но все вы должны прекрасно понимать, что MindGames — это ex-unique. Я бы на самом деле, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к новоиспеченному SEO MindGames. Сейчас мы видим периодически в Инстаграме, что мои ребята играют, давайте, вперед. Но не хватает какой-то информации, наверное, о планах. Было бы очень интересно послушать, может быть, какое-то написать открытое письмо, или, может быть, мы вытащим его на интервью, потому что что для него вообще эта команда, непонятно. И мы от этого настроены несколько скептически. Какую-то страничку в Телеграме завести, куда можно зайти, сюда почитать. Да, да, да. Ну давайте по поводу команды Unique. У нас тут монетка, которую выиграли Na'Vi, и они будут решать, они выбирают Second Pick. А мы по поводу MindGames немножко поговорим, что это за команда. Самая слабая команда на Турили. Детендент номер один на вылет. То есть вот этот вот матч сегодня, который будет у Na'Vi, на мой взгляд, это подарок организаторов Natus Vincere, чтобы они победили сегодня, и потом две недельки праздновали, были в хорошем настроении. О, какие классные мы их затащили. Потому что слабее, чем Unique, вот в этом дивизионе нет никого. То есть даже Империю ты ставишь выше? Даже Империю. Даже Империя борется со своим против. Империя, да, лучше играет. Это, наверное, как Бейт во втором дивизионе, да, команды, которые ничего не показывают. Ну, там наравне плюс-минус Fantastic Five, вот они будут решать здесь. Да, ярко выраженные у нас аутсайдеры есть. Это вот ребята из MindGames, они же Unique. Ну, в принципе, плюс вообще вот этот матч, да, который против Ашер был в недавнем времени, когда они, вот эта смена названия, да, на них повлияла, мне кажется, тоже. Это довольно-таки сильно ударило по их морали, потому что, опять же, они, вот эта первая карта была техническое поражение, вторая вообще за 25 минут была сыграна. Это очень сильно бьет по вот этому ментальному... в твоем как бы... Состоянии. В ментальном состоянии, да, и ты... Ну, очень трудно из этой ямы потом выходить, особенно, когда ты против Грандов играешь в начале, да, ты играл против сначала, по-моему, кому они отлетели, Ашеры были вторые, Спириты. Да, Спириты. Спириты были первые, потом Ашеры, опять же, вот это с техническим поражением, и потом еще на ВП-то наступаешь, опять же, их тоже переезжают, там, два по 30 примерно это было. И сейчас еще и Na'Vi. Ну, сейчас посмотрим. Все-таки Na'Vi действительно, они смотрятся здесь явными фаворитами, и, на мой взгляд, должны забирать два очка, возможно, даже... Ну, должны забирать, конечно же, три очка, возможно, 2-0 даже побеждать. Но, тем не менее, игра Na'Vi оставляет некоторые, скажем так, вопросы, некоторые шансы. Дает и на последнем Dota Pit'е, тоже они выступили не так ярко. Ну, давайте взглянем на драфты. Здесь самое интересное. У нас продолжается мета Queen of Pain и Razora. Bain, Abaddon, все те же знакомые лица. Старт всегда не очень интересен, да, потому что, помните, вот знаешь, вот Na'Vi, они чуть-чуть отходят от плана мета. У них постоянно какой-то вот герой есть в их драфте, который, ну, вот прям он не пришей, да, вот его, это Лич, какой-то серии, там, Клокверк, хоть, ну, Клокверк сейчас появляется, да, вот, в последние именно вот недельки, да, там, последние недели 10, наверное, на регулярной основе у нас в драфтах все-таки заходят. Но, опять же, это тоже, это очень редкий гость. Но такие герои, как Лич, их очень, ну, как бы, редко можно увидеть, хотя там задумка была, я помню, да, с Гримстроком, неплохая комбинация, опять же, два чайника и так далее. Это все, как бы, продумано, да, но, опять же, хочется, чтобы именно вот полноценная мета, полноценный дефолт, он был всегда отыгран. Пока у Na'Vi это, опять же, двояка. В хорошем настроении, Солач улыбается, но посмотрим, как оно будет после игр, потому что, конечно, здесь нужна победа. Ну и да, действительно, вот есть такая темка у Na'Vi, что у них иногда вылезает что-то ни к силу, ни к городу. У Майндгеймс, на мой взгляд, проблемы не столько и не только с драфтом, сколько еще и с игрой. Но посмотрим, как они. Вот, на мой взгляд, в Майндгеймс довольно мало мы это обсуждаем, но Петушара, человек, который залетел в Империю и чуть ли не в Соло протащил Империю в бывшем составе до гранд-финала Квал. Во всяком случае, он смотрелся ярко. Здесь его вообще нет, он отсутствует. Ну, грубовато, я считаю. Все-таки в Соло это, думаю, слишком-слишком для Петушара. Напомню, что там был Депрессит Кит, который также сиял. То есть, я бы сказал, что там в целом Империи играло хорошо, поэтому отдавать заслуги Петушаре вообще не имеет смысла. Возможно, когда они его подписывали, они идти в руководство, и смол, Петушара пришел, всех поставил на свое место и начал разваливать. Но, будем честны, он молодец. Но он не в Соло вытаскивал Империю, там очень много было хороших игроков. Вот Депрессит Кит, как минимум, тоже заслуживает внимания. Хорошо, с этим соглашусь, тем не менее, он смотрелся там ярко. В Майндгеймс он не смотрится вообще никак. А зависит от людей, зависит от того, с кем играешь. Некоторые люди, они сияют рядом с кем-то. А если, например, какого-то человека рядом нет, там, не знаю, четверки, например, с которой тебе интересно и комфортно играть. Может быть, колера, который по игре будет... Яркий пример хотите? Давай. Прям приведу. Вспоминаю 2016 год в команду DC, и там была яркая личность, за которой топил весь стадион, была его мама, за нее тоже все топили, это был мул. Как он жестко тащил на протяжении всего плей-оффа, на своих Сент-Кингах, на своих бисмастерах и так далее. Тимбер, да, как раз его один из сигнатурных персонажей. Все, проходит вот этот пик, проходит этот плей-офф, мул пропадает, этот парень играет, опять же, в каких-то других миксах. Его не видно. Он превращается в обычного среднестатистического оффлейнера, любую позицию берешь и так далее. И то же самое здесь с Петушарой. Опять же, да, вот как Дима правильно сказал, если у тебя нету вот тех игроков, с кем ты вот как раз-таки можешь раскрыться, нормально раскрыться, да, то вполне возможно ты не раскроешься в дальнейшем своей карьере. Собираются у нас потихоньку герои. И что мы видим? Мы видим бисмастера, который непонятным образом у нас дожил до второй стадии, и он появляется. И ВР-ку. ВР-ку, которая, скорее всего, будет здесь с саппортом четверкой. Ну, выглядит очень интересно. И еще можно зафлексить. Если, например, у Na'Vi сейчас не появится хорошего контроля, то... А, прошу прощения, тут Queen of Pain, поэтому нет, зафлексить не получится. Мне очень не нравится, как был пикнут этот бисмастер, видя уже, что есть у оппонента, у Na'Vi есть абаддон, они пикают эту бисмастер в этого абаддона. Ну, это тоже вопрос, зачем ты берешь такого оффлейнера, который вот спокойно как бы ломается одним персонажем, да, персонажем пятой позиции у Na'Vi с Винсером. Ну, будем честны, здесь еще и Бэйн, поэтому, вот, допустим, абаддон сломает одного персонажа, но второй в кастует ультимейт. Вот. И это, скажем так, сила абаддона в нынешнее время, потому что он реально вставляет палки в колеса очень многим персонажам. Допустим, тот шеклшот вверху он снимает, а шеклшот он по эффективности, ну, чем-то напоминает рор бисмастера, да, он только дэмэджи наносит. И поэтому здесь абаддон суперкрутой персонаж, вот, он, конечно же, и бисмастер вставляет палки в колеса, но в целом такой драфт как-то вот я смотрю и понимаю, что тяжело им будет убить разворот БКБ, у них нет такого героя пока. Второй стадии Na'Vi просто закрыли сейчас с Майндгеймс, как по мне, на драфте, да, вот эти четыре героя, которые справа, они очень, ну, ладно, не будем первую стадию брать, да, возьмем Леона и Эмберспирита против вот этих ВРК, бисмастера и так далее. Они просто сейчас закрыли, Эмберспирита просто нечем ловить. Опять же, если ты, вот, задача абаддона просто снять с Эмберспирита вот этот урор щитом, и он здесь как рыба в Одессе, а в драке будет чувствовать, он убьет всех. Опять же, кто его здесь соперник? Какой-то бёрст есть, кроме Сониквейва? Нет. Опять же, если урор снимаешь с Эмберспирита, он выигрывает драку в соло. Причем пик построен так, что он может прям влетать в противников, там, в Queen of Pain, в Эрку, в кого угодно, и ловить в себя все. Когда вот такие точечные контроли есть, а-ля Бейн и бисмастер, не очень хочется давать их в одного героя, поэтому здесь пока единственный вариант, который присутствует у Майндгеймс, такой более-менее в драфте, это, например, если финсгрип дается в Эмберспирита, и каким-то образом они не подпустят к нему абаддону. Все, это вообще единственный алгоритм, каким образом это сделать, вообще непонятно. Нет таких ресурсов. Да, это хороший вопрос. Ну и завершающая стадия пика. Майндгеймс получили баны они и Войда, который мог бы как раз-таки, невзирая на щитки абаддона, ставить свои хроносферы, и Террор Блейда, который часто появляется у нас, закрывает Разора, хотя бы там в какой-то стадии игры. Пока что Na'Vi очень жесткое давление, действительно, все проблемы коллеги мои уже обозначили, проблемы Майндгеймса, им нужно теперь, ну, какого-то, на мой взгляд, Кэри, который сможет хотя бы в лейт выйти и убить вот это все. Универсал Луна. Если брать универсальную кору, то Луна, она... Она одна из нескольких персонажей, которые действительно универсален, и его закрывать сложновато. Тролль неплох, но, опять же, против Рейзера, да, вот он... Ну, в принципе, все вот эти герои, они против Рейзера смотрятся так себе, поэтому... Ну, фантомку можно взять, да, опять же, под Бейна, она очень хорошо будет стоять, и она может бёрстить людей. Потому что вот Эмбер Спирита, против неё нет физического урона, да, магии довольно-таки мало, вот именно бёрст, это именно от магии. Хочется всё-таки Эмбер Спирита как-то физой пробивать, чтобы на неё прыгнуть, там, с Баша дать ему... Ну, и Бесл Блейда повесить, и там убить его моментально, потому что, ну, реально, он будет по драке себя великолепно чувствовать. И вот что-то из серии Фантомки. Фантомка Бейн — хороший лайн. Так, ну что, кажется, определились. Фантомка отпрыгивает от Рейзера. Просто, если Майнгейм сейчас делает... Луна. Луна, да. Если бы они сейчас делали, вот как сейчас любят себе Квапу, стоять на первую позицию, как там Нигма делает, как сейчас очень многие команды, это был бы сразу провал. Ну, на центральной линии был бы ещё один какой-то персонаж, это был бы сразу автолуз для них. А так, да, вот Луна — это герой, который тоже может, опять же, вытаскивать. И та же самая Физа, которая может пробивать всех в лейте. Пока у Майнгеймс вот эта Луна, она неплохо смотрится. Главное сейчас, как закроют на Тусвинсер в этот драфт. У них, опять же, им нужен какой-то оранжевик на тот лайн. Оффлейнер? А, нет, подожди, оффлейнер, оффлейнер нужен. Да, Рейзер пойдёт на первую позицию. Оффлейнер нужен, который будет против Луны Бейна стоять, и который там не просядет под Леона. Оффлейнер. Марс есть? Который постоит. Марс не должен быть. Марс забанят, четвёртый справа, да, в банах он находится. Да, вообще по оффлейнерам, что у нас есть такое? Тимбер остался, Легионка. Тимбер сейчас вообще в доту не играет, очень слабый, по мне, герой. Осталось. Ну, тем не менее. Мне Пангальер очень нравится. Андерлорд. Мне против Луны очень Пангальер нравится. То ещё раз. Пангальер. Пангальер, да, Пангальер. Пангальер классно. Именно он, Эклипс его. Он может, ну, то есть почти все оффлейнеры, которые ты назвал, они все впитывают Эклипс, они отлетают моментально. А Пангальер, он катится, и ему плевает на Эклипс, он будет рад себя поймать и Финс Грипп, и Рор Бисмастера, все-всё, что угодно. Принять, так сказать, на себя удары. При этом дизарм — это очень сильное оружие против Луны в лейте, потому что там получает дизарм, она там дикое количество дамо уже не вписывает. Ну и плюс Витя на Пангальере играет достаточно хорошо. Мне нравятся два героя. Это Пангальер. Как будет вообще драка построена? Абадон снимает Рор, а Пангальер не дает Бэйну кустовать. Финс Грипп. Опа, это Розор Тройка. Поехали. Розор Тройка, все-таки так вот они решили. Там либо Пангальер, либо Тайт Хантер заходил бы идеально. Они пожадничали, они решили, что сыграли в жадниче, и кто его знает. Мне кажется, с одной стороны, конечно, учитывая, что у нас игры обычно длятся долго, команды ошибаются, сыграть пожаднее — это правильно. Но с другой стороны, так хорошо смотрелся драфт, Розор, который реально в БКБ прет, и его не остановить там под Эмбером. Взять Тройку и просто задавить. А теперь получается, что взяли еще более жадный драфт, теперь всем нужны деньги. И как это будет выглядеть? Ну что ж, аналитика. Будет ли делать прогнозы сегодня Дмитрий, Light of Heaven? Нет, Владимир. Я буду ждать вашего прогноза. Мне интересно, на кого вы сегодня? Мне сегодня. Ну, я думаю, что Na'Vi все-таки гораздо сильнее Unique. А я на Unique поставлю. Пускай вот этот классический, более классический драфт, он будет побеждать. Драфт оставляет шансы, но мне кажется, Na'Vi все-таки... Ну, или, правильнее сказать, Unique слишком слабы, пока они не демонстрируют вообще никакой игры. Коэффициенты от наших друзей из Винлайн. Да, тут тоже все примерно так же, по такой же логике. 1.16 на Na'Vi, 4.20 на MindGames. Потому что команду, у которой нет игры, ей очень тяжело обыграть кого бы то ни было. Но, возможно, это тот самый момент, когда игра в MindGames появится. А мы отправляемся к комментаторам. Всем привет, друзья! Декват Инмейт в эфире. Посмотрим закрывающие матчи для наших СГ-команд перед уходом на новогодние каникулы. И чтобы уйти с позитивным настроением, закончить этот календарный год, конечно, нужно уходить с победой. Порадовать себя, своих, конечно же, зрителей, своих фанатов. И надо выигрывать. Сегодня и у Na'Vi, и Unique, и дальше у команд, которые сегодня будут играть. У Virtus.pro, у PacChamp. Везде последние матчи на DPC. Поэтому пожелаем удачи и посмотрим, как они будут реализовывать свои стратегии. Ну, вот последний вот этот драфт тролля, Разор на тройку, это хорошо вообще или нет? Прерву твой вот этот хайп словами, что... Unique не участвует в этом матче. Присутствует команда MindGames. Это проблема. Это очень важный момент. Я буду тебя сегодня поправлять, потому что ребята довольно плохо. Я сам себя буду поправлять. Ребята просили, а так тролль, ну, я бы не стал его брать, потому что реально все было не так и плохо. Нужен был какой-то доп.контроль, нужен был какой-то хороший брус-турон, может быть, какие-то заклинания. Тролль ничего этого не дает. Да. И он еще и Разор из ситуации, где он хорошо все и быстро делает. Переводится в режим, где он это делает так же хорошо и быстро. Но минут на пять попозже. И через пять минут лишних это... Какая-то лишняя БКБшка, лишний слот у противника. И тролль уже может быть не так хорош, потому что с него что-то добирается. А Разор не так хорош, потому что уже тоже против него что-то появляется. В общем... Форстаф, что-нибудь там, госпитетры и так далее. Ну, сложно, сложно. Ты смотришь, контроля очень мало в пике у Na'Vi. То есть добра в тролля, ну Разор, Эмбер, тролль, кто там, что станет. Один лайн бедняжка есть, который должен фиксировать соперника, чтобы убивал тролль. Чтобы удобнее было Рейзеру присасывать, не отпускать соперника. В этом плане, конечно, тут согласен со Смайлом, который говорит, что ну пик проще просто у Майнгеймс. Ну а что тут? Есть Бестмастер, есть Аура под Луну. Там собираемся вместе с определенного момента. Идем по объектам, сносим вышки, тимфайт хороший. Фармим Луну, она потом все убивает. Да, да, ну выглядит реально хорошо. Единственный, опять-таки, нюанс, и это уже к словам Майла будем возвращаться, потому что он сказал, и он абсолютно правильно сказал, что Na'Vi на бумаге это все-таки команда, которая должна быть сильнее. Плюс Майнгеймс у нас пока еще игр от NDPC не выигрывали. И тут, по-моему, 0-3. Ну, Na'Vi тоже не особо. Нет, они ходят на победу. Ну да, над Империей с трудом дадим давать. Ну какая-никакая. Подожди, понимай, у Майнгеймс ситуация, что они вообще ничего не выигрывали. Они вообще ничего не выигрывали. Ну, Бейт в такая же ситуация, и Перц в такая же ситуация. Тяжело. Просто, понимаешь, вот как сегодня Мартелец говорит, вот есть эти боксеры, там, типа, 45 нокаутов, 50 побед. Второй, типа, 45 нокаутов, 50 побед. А где те, кого они нокаутировали? И вот Na'Vi сейчас именно в той кондиции, где вот их обычно нокаутируют, и гордится себя, что есть одна победа на четвертой неделе DPC, но это такая-то история. А если победят сегодня, будем гордиться Na'Vi? Ну, у них будет 2-2. 2-1. 2-1, нет, это все меняет, конечно. Нет, не будем. Не будем. Тогда будем ждать Нового года. И там уже их результаты, потому что там уже впереди матчи будут серьезные, против Hellraiser, по-моему, у них первая игра в Январе. У них сложно, осталось, у них спириджи еще впереди нет. Да-да-да-да, то есть со всеми грозными. У них, да, то есть, в этом плане у нас тоже был какой-то состав. Да, вот, по-моему, VGaming уже сыграли со всеми сильными. Во втором дивизионе, ты имеешь? Да-да-да, на примере. А потому что, ну, у нас есть и примеры, такие же команды, вот у нас 16 коллектив выступает, и вот VGaming уже сыграли свои матчи. VGaming уже сыграли свои матчи. VGaming, Hydra. Да-да-да, то есть почти из... Слушай, по-моему, они даже сыграли с Габитами, проиграли им. Да. То есть они все, со всеми сыграли. И типа номинально дальше матчи проще. То же самое берем условных Немига, которые стартовали с того, что вот попали на VGaming и воевали с ними там 3 по часу. Ну, в этом плане для Na'Vi попроще, да, потому что есть больше времени подготовиться, ну, окей, у вас остались сильные соперники, готовьтесь. Не согласен, смотри, вот когда ты составил команду какую-то, у тебя, допустим, какая-нибудь там Немига собралась там за 2-3 дня или там кисриджекты до старта клау. А Na'Vi собрались, извини меня, в августе. Да. И теперь, получается, что вот у тебя было время август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев, чтобы вот сделать что-то, а у противника 5 дней. Если за 5 месяцев не справился, то лишний день тебе ничего не сделают. А у противника есть шанс, что эти 5 дней прийдутся в 6, в 7, и они очень много доберут. Ну, это актуально против команды HellRaisers, я думаю, да? Просто против спирита это не работает, потому что спирит собрали себе раньше. Да, да, да. Ну ладно, друзья, оставим это на потом, на будущее. Будем в новом году это обсуждать. У нас есть конкретный матч, да, и здесь Na'Vi MindGames посмотрим. MindGames мы тоже, конечно же, с борьбы здесь не выключаем ни в коем случае. Ребята будут пробовать стараться. BO3 здесь всякое может произойти. Тем более, Na'Vi не самые сильные. В последнее время показывают не самый лучший перформанс. Есть возможность надавить. Пока 0-0, вторая минута просто качается, и мы видим, что на этом голом фарме Na'Vi выглядит чуть поинтереснее. Ember хорошо в свою линию стоит, тролль на фрифарме. Razor со сложной линией 8-2. У него и должно быть хорошо. Тут как раз-таки концепт того, что до 6 уровня они все в среднем чуть лучше стоят. Просто вот ты условно, там, вот Разор, на 6-ом получишь ультимативное, которое дает тебе прикольную обилку, но быстрого ничего не добавляется. То есть ты ее нажал, и так же медленно присосался, так же медленно убиваешь. Тролль, там, получив 6-ом, ничего не менялось. Бестмастер между 5-ом и 6-ом, гигантская разница. Луна, там, есть ультимейт, Клопа, есть ультимейт и так далее. Бэйн между 5-ом и 6-ом, это просто два разных героя. И в этом вопросе как раз кенави должны выигрывать линии, потому что вот позже, по 10-ой минуту, будет уже делать это сложнее. И нужно именно сейчас показывать все максимум. Как мне нравится на верхней линии Абаддон, он показывает абсолютно как раз эту линию. Он просто идет, вообще никого не боится. Он и по игре потом будет максимально хорош. Я не знаю, как действовать Бестмастеру, серьезно. Как действовать Бэйну, когда есть Абаддон, просто идет, кидает Апотик Шилд, это Стронг Диспл. Посмотри, ульт Бэйна в одного, ульт Бестмастера во второго. И Абаддон такой, куда? И Абаддон дает только одну, да. С СССР. Ну, нет смысла тогда фокусить Абаддона? Либо... Либо не запокусировались. Ну, Сильвер какой-нибудь, Сильвер, и нужно давать ему хороший контроль. Кто Сильвер, давай, пример конкретно. Кто? Ну, это тяжело. Копа! Ну, сам понимаю. А что, недавно была такая игра, Мелажу, у нас даже с Рапиры бегал, Медузу убивал на Квапе. Ну, это чтобы законтрить и пятерку Абаддона, да? Покупаем Сильвер на Квапе. Ну, не, ну, Сильвер глобальный, на самом деле, штука довольно хорошая, на любом сейчас физдопестере, поэтому... Было бы желание, повод найдется. Ну, подумать есть над чем в билдах у Майндгеймс. Безусловно, сейчас нужно подбирать грамотные артефакты уже сейчас, да, для обдумывать их, что будем приобретать. Надо ли делать быстрый Сайленс ФН? Ну, здесь против Эмбер Спирит играя, да, то есть заставляя от последнего сразу рашить по КБ или покупать какой-то Илушку, он не очень любит. Вот, положа руку на Тис, я бы сказал, что им нужно пять Медасов. У тебя уже не перлейт? Вообще не парятся. То есть, да, неприятно, там, Куапа, против Эмбер Амбер вроде посильнее, да, неприятно, но напротив Разору то, что урон теряешь. Ну, ты просто пять Медасов выходишь и вообще не паришься, у тебя у всех есть деньги. Потому что, смотри, условно, Лотус купил, Чины снимают, Сильон не кастует, Разор не кастует. И так далее, то есть, реально, вот такие герои у них, кор-персонажи, что делать со Спиктрой? Реально непонятно. Что делать с Троллем? Да просто убеги от него, Лоу. Если так, все было просто. Ну, типа того. Ну, ты понял, концерт, что у тебя данные персонажи на самом деле не очень задорого контрятся на опасные вот эти мобилки. А если мы подумаем, смогут ли Нави, у нас Феррсблат открывает Генерал, первую кровь проливая на соперники, удобно, будучи тройкой, которая и так, в целом, неплохо выигрывает линию Луны, будучи в оффлейне, Разор. Еще забирает Феррсблат. По-моему, Разор не сможет в полноценном керре вообще быть. Жадновато будет, как показывает пример, например, ЕГЭ. Не очень хорошо, когда у тебя просто три позиции пытаются фармить и ничего не делать по карте. Но есть такой старт у Разор. Неужели он не купит Толконблейд и ЛТВ? Ну, тогда, наверное, купит. Просто тогда получается, что он кучу денег достанет с карты, который потом не достанет рор, пока он эти вещи добирает. И главное вот этот баланс не нарушить. Пока диаметрально в разных позициях находятся, конечно, в оба кора. Там есть что пофармить, кучу позиций. Плюс есть Эмбер, который что-то должен забирать. Пока на линии действительно хватает. Вот там мелькало тысяча какая-то. Сейчас расскажу, что, допустим, Разор будет фармить. Фак, он будет фармить БКБ. Ну, он либо будет бегать, и тогда он их долго будет покупать. Либо он не будет бегать, тогда противник будет бегать, зная, что в один керри вот здесь. Второй диаметрально, предположенный здесь. Они друг не мешают. Но и тебе они не мешают, потому что не надо просто двигать эти линии и зарабатывать деньги. В этом большая проблема. Почему все хотят какого-то уфлейнера взять не сверхденежно-зависимого? Либо брать каким-то его виспомпер, Слардар Вис, потому что он мобильный и постоянно с командой что-то пытается делать. Пока от Майнгеймс мы не ждем конкретно наказания, да, за активно фармящего Разора. Ну и в целом у них пока сдача просто левеласовая, я так понимаю, получить. Я думаю, Фэн там присматривает сейчас, там шестая, восьмая минута, какую-нибудь активную руну, есть бутылка. Да он прямо сейчас телепорт и взорвать, типа, этого Разора. Телепорт и кого-то загангать. Поэтому смещаются кроссаппорты, они постараются проконтролить, а Лох и Дэнс вместе с Омой Заслэйр здесь. С другой стороны подтягивается у нас и ВР-очка тоже. И нашли руну, руна Иллюзии. Блокерок. Собирает именно Ноу Ван на Эмбер Спирит, поэтому без активной руны остается мидер Майнгеймс. И тут уже Ноу Ван может придумать себе какую-то вылазку сейчас. У него есть ремнанты, да, то есть всегда можно переместиться. Но из-за того, что Майнгеймс довольно пассивный сейчас на линиях, то агрессии нет, к вышкам никто не подходит и телепортироваться некуда. Но Ноу Ван заходит возможность забрать вражескую сейчас руну, похожую, да, на треугольники, и там посмотреть, кто качается. Может быть, стаки какие-то делаются. А там ничего, там варчивает, его там еще и видят. Видишь, вот, да, пропадают сканировать, чтобы понять, куда он пошел. В ближайшем Майнгеймс там фармит, а может. Показано пока Витюна, что план БФ купить. Ну вот так, да, то есть качаем. Ну, выходим в глубокий лейд. Это вот то, что сейчас работает просто потому, что тебя не пытаются пушить в ответ. То есть вот были бы это спириты, вот на 30 минуте они пошли бы с нужным слотом и одним закончили игру. Пока ты делаешь этот БФ, пока вот ищешь себе игру, пока ты там стаки какие-то пытаешься фармить. Ребята из Майнгеймс вполне это дело простят тебе, и ты можешь сделать очень богатую роль в этой игре. Пока, старт, старт. В целом игра у нас не особо активная. Итак, на чистой фармежке видно, что с течением времени по чуть-чуть, но Нави перефармят. Они добывают чуть больше денег с карты, чуть больше клипов добивают. Ну, это, возможно, Бунтос, который они свистнули, вот краски. Один Бунтос такой разницы не сделает. 50 голды туда, 50 сюда, вот тебе 100 голды разницы, вот у тебя и 500. Посмотри, там 3 корт-героя на топовых позициях, и перефарм каждой позиции, это уже 2-3 сотни где-то даже достигает. Довольно много все-таки за 8 минут чистейшего фарма. Да, ФБ, конечно, был, он, безусловно, влияет в пользу Разора, тем не менее. Если хочешь, ты можешь попросить нажать F6 обзор, чтобы посмотреть точную цифру перевеса. И вот тебе будет написано, вот там сколько, 1600-1530 голды. Ну, на фарме, на фарме. Что можно сказать? На фарме. Ну да, Баунтер, ну да, Ферзбат, ну все равно на фарме. Ну, просто фармешка здесь решает. Не знаю, ждем, ждем от мидеров активности. Да, вот он, Соник Вейв, вот он, минус Лайнхар. Только я об этом подумал, но подумал я об этом пораньше. Мы ждали Руну. Руна 5 подбирает Но Ван активно, это регенерация, до этого была Руна Иллюзия. На шестой, на восьмой минуте Но Ван классно контролит. Но и Фен без этого даже нашел свой первый килл за счет Соник Вейв, был потрачен. Минус Лайн, окей, это не кор-герой, но начинать с чего-то надо. Размочили счет хотя бы, да? Сделали один килл подряд и Ба-Ба сразу перемещается на первую строчку по надворцу, что удобно. Обновленный коэффициент от нашего партнера Винлайн, 1.18 на Na'Vi, 4 на коллектив Майнгеймс, ну пока так, да, присматриваются еще, не верят в то, что Майнгеймс что-то смогут противопоставить. По кайфам, да, как будто бы колоссальная разница. По игре пока такого нет, естественно. По игре, вот, ну еще здесь приходите, как раз фарм линии закончится и что-то начнет происходить. Смакуются, два героя от Na'Vi перемещаются на нижнюю линию. Сейчас Алоха Дэнс вместе с Нуваном. Ну, оно надоело стоять на центральном коридоре, хочет также ответить с какой-то активностью, как Квапа. Нам показало, что она способна. Есть регенерация, очень удобно, восьмой уровень. Нет, конечно, чейнов, но есть четвертый Слейт офис, безумно много дэмэджа. И вот могут найти Севен Джессу и Сема за Слеер. Пожалуйста, ремонты, залетаем. Приятно убивать Луну, конечно. Бэйн слипает, нужно раслипать. Раслипали Эмбера и это забирают, очень легкий килл. Уходит Слеер, за ним погони никакой не будет. Он здесь, в принципе, никому нет. Ну, да, Руныч может забрать. Хотя бы так, ну, ФМ по-другому. Да, минимум. Хороший выход, не прочитали абсолютно Майндгеймс, думали, что они в комфорте, могут спокойно фармить. Нет, не могут фармиться. Позаходят, Эмбер Спирит убивает. Витюм, кстати, обратите внимание, смещается в центр покачаться, пока нет Эмбера, а на его месте остается просто пятерка соло, чтобы тоже получать экспу и какие-то деньги. Он сейчас не будет получать здесь деньги экспу, потому что есть Доминатор, это бестмастер с левелом уже большим. Это будет минус вышка. Ее либо ты дефаешь, либо отдаешь. Будет разметовый. Их с поезд здесь ты ее даже не понюхаешь. Подожди, смотри, стоит, он нагреет соло вообще. Ну, типа, сейчас и здорово, кабан, здорово все. Ультимейта нету соло. Нет же слова. Щеточек, давай аэрор и убиваем. Петушару не хочет тратить, посмотри. Ну, просто, можно и не тратить. О, какой шакл хороший. Попошел просто соло парипайер использовал. Это настолько вот базис. Вот странно, что именно соло пошел и просто впитал. То есть, это не та линия, где ты можешь понюхать их спут. И не тренд, который из леса, которого там еще пойди найди. Это и Абадон без скорости бега против кубанов. Без ультимейта. Лишний фраг отдал. Тут я соглашусь, лишний фраг отдал. Тем не менее, размен вышками состоялся. Быстрее даже с неслинами, потому что Абадон отвлекал. Ничего такого не произошло. Это классическая ситуация, да, когда просто размениваются товарами с легких линий. Окей, ну мы видим Бетюна. центр покачал, верхнюю линию покачал, пошел лес. Есть версики. Там сверху задефали вышку тем, что ну переместился. А вот смотри, так Абадон получается правильно все сделал? Ну да, сейчас главное, чтобы не умер. Шекл, тайминг, повершот тайминг. Ой-ой-ой, ноу-уан. Я бы сказал, давай пять, но не знаю, насколько ты против финала. В этой игре, да. Но это просто жесть. И минус разор еще. И минус разор. Да ладно. Вот на вот этом моменте, что в головах у игроков, какова смысль? Я пойду на сложную, задефаю с 200 хп вышку против бестмастера с вркой и доминатором. Эта вышка по классике не дефается. Я бы, да, потому что ты не можешь ее задефать. То есть тебе нужно в пятером приехать, и если ты это делаешь, противник отойдет, тебе нужно будет разбрестись, не пойми откуда, не пойми куда, и он вернет, заберет эту вышку. Поэтому ее дают просто нерентабельно. Это вот, я не знаю как. Ну, просто, ноу-уан, я тебе скажу, есть ответ на этот вопрос, да. Включил режим бога, у него регенерация, он думает, эмбер спирит, я всесильный, я не умру. Может быть, потому что у него два кора на других линиях, и ему просто нечего было делать? Я думаю, что лес всегда можно было покачать. Там не был занят в этот момент треугольник и свой лес одновременно. Тролль формил ближайший кемп большого леса. Ну, ты говоришь, троллю типа иди туда, уже делать лучше, чем я, и пойти спокойно вниз стоять, вниз. Был вариант не фидить, был вариант пойти, тролля. Рор, потом в тайминг залетает шикл-шот, повар-шот, все, там шансов нажать хоть какую-то кнопку у эмбер спирита просто не было. Ну, и там где-то еще разор подставился, мы этого не видели, но это как факт, и посмотрите, внимание, Майнгеймс просто выходит вперед в экономике. 2000 перевесы, да. И Лохдент нашел здесь Бэйна в соло пока, тиммейт далековато. В центре тоже какая-то активность. Контроль церун, наконец Эфм получает активную урону, дабл-дэмэдж он себе забирает на 12-й, удобно. Ну и да, и вот уже впереди ребята из Майнгеймс. Петушаро занимает весь фраж с большей территорией владеть им. А топ-1, бессмастер, топ-2. Вот эти два лишних фрага, которые отдали Нави, конечно, очень сильно сейчас им динамику сбивают. И впереди, впереди ребята из Майнгеймс. Ну что, надежда на Витюна, видимо, да, качаемся. Ну, ради, ради чего все это было сделано от Нави в конечном итоге? Ради Витюна, ради его фарма. Ну вот он, фарм, пожалуйста, но скоро будет БФ. Есть 10 минута. Скорость фарма увеличится. Понятно, что 7GES пока до покупки БФ у тролля фармит быстрее, но это факт, это Луна. Возможно, даже потом будет фармить быстрее, но тролль не сильно будет уступать под темп. Мне кажется, тут из того, что у одного будет сплэш, у второго условно сплэш сразу есть, но в игре будет тот, кто бегает быстрее. Большой, но приоритет в этом вопросе. И реально это раз, и сплэш у нее в любой форме, потому что, наверное, надо будет переключаться в миле. То есть, будет подходить ближе к парламенту, я думаю, не остаюсь. Здесь секунда, там секунда, копейка руль бережет, так что я допускаю, что при вот о том же разделе добирать больше, чем тролль. Ну давай так, если это будет 100 голды за 10 минут, это не... Ну, это вообще пофигу, да, ну... Поэтому не так сильно важно. Ребер Спирит приобретает себе молния, у него тоже сейчас повыситая скорость фарма, пусть у него дэмэдж будет больше. А он не умрет, если они вместе. Там об одной, это все в порядке. Ну, и продолжает фармить, может, Смог какой-нибудь? Да, вот Смог, Алоха нажимает. Он не тратил свой фингер овдс, он опять пытается работать четверкой мидер команды Нави друг с другом. Ну и кого найдут? Бигнума? Такой фингер потратим? Ну, пожалуй, да? Ну, надо бы, если Смог хочешь. Видимо, не хочет. Не хочет. Все. Там где-то, конечно, я думаю, Алоха высматривает ганг на луну, пригодится, чтобы перстануть, поэтому можно и сохранить. Здесь не обязательно было использовать один. Да, убивали без него, это сто процентов. И вот, мне кажется, Леону надо урон уменьшать и резать кулдаун. Потому что у тебя не должно быть героя, у которого три минуты отдыха между проюзами. Ну, не три, но там, ты понял? Он реально отдыхает вот на Леоне. Просто говорят, вот тебе линия, на сегодня мы ее отдаем, на 15-е ты должен за это время сделать аганим. Аганим, добирался до 11 уровня, и даже кулдаун был там секунд 40. играбельный. Без него было очень тяжело, потому что у тебя секунд за прокачку и надо было в два раза секунд за ганим. И суммарно это на третьем уровне сыграет там. Ну, может. Но текущий лайн тебя не устраивает, так понимаю. Ну, вот он сейчас взял штуру, и ты не юзаешь ультимативную, потому что если ты сейчас ее юзаешь, ты, наверное, бэхол появится быстрее, чем ты дашь второй палец. Ну, это же неправильно. Есть такой нюанс. Это же нехорошо. То есть, тебе дель будет нажимать вообще. Слушай, ну, такая, такая карта первая. Ребят, 15 минут, но давайте порадуем, да, зрители, активностью. Прям струн-таки поиграет. Порадовали бэйту уже. Дамерные бэйна работают по Абадону. Соло забирать тяжело. Тут три героя точно разберу. Да, ультимейт активирует. Куда его, да. Ну-ка, давай, пофармить нейтралов хоть что-нибудь. О, легкий фраг здесь забирает 7 джесс, а там в эрб... Да-да, совсем не доберем. Нет, прям полстолба еще. И... Вперед по экономике. Сразу топ-1 обгоняет. Ну, в общем, безусловно, конечно, надо забирать стаки, надо их делать. И тем и другим, между прочим. Причем, надо отметить, что ребята из Na'Vi, они же треугольник вражеский вообще не исследовали. То есть там можно было хоть сколько угодно стакать, там Na'Vi не появлялись. Один раз Эмберспирит прошел на ранних минутах и больше не было. Пытался понять, почему в эрберах так долго проигрывает разор, а потом сопоставил в голове, что это реальный саппорт. Если бы ничего страшного... Абадон здесь. На развороте пошел читать соперника из Трора, Эклипсы. Еще раз спасти Эмбер, уже нечем. Эмбер сливается, Эмбер на развороте. Срониквейв сдувает трех героев, ребята, из Майнгеймса. Двое, Винтюн, так его тоже можно убить. Шоколшот. Называет второй же Доминатор. Я вообще не знаю, типа, первое правило игры против такого драфта. Да пофарми. То есть эта вышка вообще погоду не сыграет. Это опять... А теперь будет вышка с плюс три. Опять был уверен, что если Абадон его разок защитит, он не умрет. Он реально был уверен. Он же пошел атаковать. Он подумал, что в херме больше нечем забирать. Ну да, там... А контроли-то больше. А там еще, еще и... Винтюн, защитим Урора. Отправим Урора. Уже защиты нет. Абадон не может выдавать обходить шилдер постоянно. Есть шейкл. Возможно, торчит там что-нибудь. Так что тут действительно проблем много. Слишком, как мне кажется, самоуверенная игра от Ноу Вана. Он не чувствует опасности в пике соперника. Танк. Этот танк подрывают уже не в первый раз. И сейчас очень хороший момент для Майнгеймс. 4 тысячи преимущества. Счет 8-3. Команда соперника просто пришла, подарила несколько киллов плюс вышку отдала. Такое преимущество. Шикарное. Ну прям шансы на первую карту. Мне сейчас интересно просто, а что Винлайн скажет. Не пора ли переобуваться? Он скажет, что есть баннер под стримом. Это да. Можете сами, друзья, отслеживать. Да, баннер вам под нашей трансляцией конечно же в этом поможет. Безумно интересный момент получается. Что-то на Винлайн не клеится. Но опять на Нувана что ли только надеются, что он спасет. Пока Нуван не... Ой, прошу прощения, на Витюна. Пока Витюн не ошибается. На тролле. Он знает свое дело, курирует, фармит. Давай так, ему нужно не ошибаться тогда не здесь. Игры, чтобы ему брали героя вот типа там ТБ, Медуза, что-то гарантированно выигрывает. А тролль не выигрывает? Ты можешь собрать какую-то кочку крутые слоты и нажать на ультимативную и стучаться в этот. В Стрип Бэйна, например. А вот они, вот они. Винлайн 1.34 на коллектив Майндгеймс. Два и власть на нами. Слушай, но они учились у лучших. Так переобуваться каждый день. Ну, веры действительно остается все меньше и меньше, потому что у нас все получаем. Практически все получается у ребят из Майндгеймс. Хорошая, структурная игра. Я бы сказал, это то, как обычно должен быть реализован этот драфт. А мы же ничего нового. Это же мета. Чистая мета этого патча. Луна, б***ь. Только один вопрос. Чем Раззор занимается? Вообще, видишь его? Нет. Нам его мало показывают. Раззор занимается. А потом? А потом он фармит. А тебе нужно двигаться по карте, что-то делать. Теряешь позиционку постоянно. Отпушивать линии, нападать на героя. А что вообще есть у генерала? Ну, Фалкон Блэйд понятно. Смысл? Так, ФН. Подробно его, чтобы сыграть. У него галочка. Галочка на встрече есть. Заходил Марьяна Керетича, который давал интервью. Комментировал? Сказал, да, что позитивно малый. Приятно. Так, я так и не понял, что у Раззор было. Это самое главное интересное. Готов? Да, у него среди кор-героев самый последний. 8 тысяч. где-то Фалкон Блэйд плюс намеки на БКБ там должны быть. Я не вижу других альтернативных билдов на самом деле в этой игре. Ну, посмотрим. Посмотрим. БКБшки очень сильно нужны здесь. Одно из трех, зерно из трех, там два контроля. И Соник и так далее. То есть куча урона, которые... И Луна, посмотрите, она очень-очень крепкая. Уже свое БКБ тоже сделала, набрала урона. У нее этот замечательный нейтральный айтем с плюс уроном. Как он пронизирует в Бридер Блэйд? Лети. Что, нам и остаются качаться, чтобы противника Аегет теперь он со Сташу Яшу еще сделал по дороге. Поэтому драться он сейчас пока не может. Не сможет драться еще тысячи три. Его волной просто будет зацепить, и он умрет. Там у Туэрки через 9 секунд, если бабки уже нашла, будет шард, то просто будет выдувать. То есть ты идешь, ты идешь, даешь статик линк и уезжаешь его куда-нибудь. Типа, до побачения или как там, как там говорят в такой ситуации. При этом интересно, в какой позиции Разор позволяет себе качаться. Он просто занял вражеский и не напрягаться, забрать его. Он же видел в арку. Потому что там в центре стояло. А там в центре цепляют Бэйна, кстати. Может быть, размен какой-то. Бэйн еще поживет. Три героя, пару ударов в спину. Генерал отмечается еще одним убийством. Нормально. Такой размен должен устраивать Нави. Время идет, а Эгги заканчивается. И размен их более чем устраивает. Ну, я не знаю, майнгейм стоит ли торопиться? Вроде как они понимают, что не затилы в их руках. Все вроде хорошо. Надо ли прямо сейчас идти, продавливать еще тиро-два. Может, по нижней линии все-таки пройтись. Ну, как-то, знаешь, обозначить. Слушай, у них Аэггис, типа, можно попробовать его реализовать. Вот, а то остается секунд 30. Противник нападет, покатит тебя, что-то там выбит у героя жизнь, когда Аэггис кончится, прямо в ту же секунду. Будет неприятно. А так, ты знаешь, если там две минуты еще до конца Аэгиса, и ты вот эти две минуты можешь провести с большей пользой, допустим, забирая какую-нибудь там, вышку Т2 в центре, Т1 снизу, мешая противнику убирать точки для телепортации, потому что очень тяжело контролировать карту, когда ты не можешь прилететь сюда быстро. Это так, ну, видишь, в их головах, может быть, мы реализуем Аэгис тем, что мы спокойно качаемся. Это так, ну, видишь, они смакуются, потому что все-таки все обилки есть, то есть, чего не выйти-то? Если можно выйти, правильно. Ну, вон, очень опасно, но как вы ловите? Нужно санимизировать резко и внезапно. Кем? Ну, это гера. Ну, и да, блинки какие-то. Ну, просто так, бейсмастерам ты не подойдешь к Эмберспириду, пока замах, но вон тысячу раз уже все кнопки прожмет. Смакуются дальше, идут, Бигнум и Фен занимают треугольник, здесь никого нет, при этом видно, что треугольник был прочищен, прокачан, они просто не успели в нужный тайминг, значит, где-то в другом лесу могут находиться герои вражеские. Ну, грамотно, навязать, тот же для всю эту атаку играет достаточно пассивно, но при этом не зажимаясь на собственной базе, пытаются все-таки что-то качать. Как мы видим, да, идет время, но преимущество по экономике не увеличивается. Майнгеймс говорит нам о том, что нами даже в такой ситуации умудряются собирать такое же количество денег, как и Майнгеймс. Но в этот 6 тысяч, да, сопротив моим словам, экономика выросла мгновенно. Неожиданно, да, получилось. Все-таки чуть-чуть больше зарабатывает Майнгеймс. Окей. Я думаю, что потому что, может быть, тролль и не оторвается сильно вперед, или не отстает Луна, или на борт Луна, типа, его догоняют, почему-то неважно это. Остальные два героя, просто не так много дофарм заводят, на фоне Квапы, на фоне Бисмастера, которые оба вообще не стесняются, нажимают Павиша и забирают вот так, свои леса, чужие леса с постоянным движением. И вот они реально сломали Т1 снизу, идут ломать Т2 снизу. И я думаю, что если бы они не пытались кого-то найти, потому что противник явно не намерен с ними драться, то у них вполне могло получить забрать и еще один, и еще один тавар потом в центре сверху. Ну, видишь, как вот Майнгеймс, смоки нажимают, они так хотят подраться, они так хотят тимфайт какой-то, а это Ави вы избегают. На самом деле не надо, да, то есть ты можешь просто иди ломать. Бонусы твоего драфта относительно драфта противника, что если, допустим, противник ломать Т2, неожиданно может выяснить, что ты в контроле двумя героями, тебя куда-то выдувает и еще орет Клопа ульт Луны залетает. Вот если кого-то Майнгеймс пушит, Na'Vi ничего не могут сделать, то так же быстро. Тролль подходит и ничего не делает быстро. Раздор подходит, начинает высасывать и ничего не делает. То есть у тебя реально на четыре героя это Ворифлеона и что-то Эмбер. Это маловато. Маловато, чтобы тебя удивить и ты не успел там правильно принять файт, правильно перестроиться, как-то вот что-то покайтить. Нечем пока драться, нужны слоты на Na'Vi. И мы могли от этого играть краски Майнгеймс. Вообще не напрягаясь, сломать Т2 и навязывать файт с тягой противника, тем, что типа а я начинаю на Т3. Идите сюда. Вот именно в этой части я с тобой согласен. Можно было дожать. Вот дожать. Просто, да, мы сильнее, сейчас пойдем просто на Т3 поднимемся. Ну да. Пусть соперник стоит там и файт. Ну условно Луна бьет, а что ты ей сделаешь? Вот она просто бьет. Придется файт инициировать, безусловно. Так, ну этого не произошло. Na'Vi в центре там аккумулировали свои силы. Показывался, кажется, VR-очка. Но они не напали. Там может быть туман войны, плюс он на хайграунде находится. Да, ну давайте посмотрим. Сейчас две минуты они еще побегают, потом потенциально появится Рошан. Смотрим драку за Рошана и там вот по итогам этого файта уже будет понятно. Это, кстати, КОПа Лайкештормштормер, который тоже... Штормштормер, да. Лёщий любит делать шиву одним из первых статов. Кай Асэндж, ты покупаешь шар, ты потом покупаешь. Да, ветер пошел, посмотри, там выдувает беднягу Витюна. Там у меня, конечно, БКБ есть, но он так просто... Не, потому что он бежит, типа, в одни во земля горит, полота лава, и он не может выбежать, потому что его выдувает в этот огонь обратно. Это очень смешно выглядит. БКБ купил себе Рейзер. Мне нравятся эти билды через Энджин Яша от Эмберспирита, от Рейзера, потому что статус-эффект резист, да, против... А тебя, здравствуй. А чем, 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 чем... Там спины Розор. Нажал бы, было бы лучше. А его так защищают. Все, никаких БКБ. Обошлось. Смотри, они Соник Вей выпили, получается, и Рор. Сейчас можно подкилить Розора, пересмаковаться и попробовать подраться. Нет, звучит хайпово. Но у них все еще нет урона. Джекл, Абадон связывает с Деревом. Выкупают Абадона соло. А, ультимейта-то уже нет. Все, он погибает. Я про то, что глава проблема, в том, что вот ты заходишь, и противник нажал в тебя клавиши. Ты такой, я сейчас закатил, пойду, нападу, они еще раз жмут клавиши. Ты, допустим, вот сейчас перетерпел, вот они вообще-то рочи свернутся. И в них еще раз жмут клавиши. И на каждое нажатие клавиши, которые есть у Майн Геймс, тебе нажать нечего. Герои без обилок. Герои не для драки. Им нужны много слов, чтобы просто перебить ртами. На пассивку каких-то. На чем-то таком. На Эмбере с БКБ рефрешем и вот этим всем, с Аганимчиком. Жили, будут тертва дефектом? Абадон, нет. Сейчас умрет. Два не защитить. Просто время теряют и фарм потенциальный. Можно было дать и катить, и не париться. То есть противник реально секунду там времени лишнее тратить на то, что мы просто кинем-то бим и дальше спокойно тебя бьет. С другой стороны, можно понять, потому что потенциально Рошан уже мог появиться. Сработал топ-таймер. Он сработал там в размере минуты. Но Нави об этом не знают. Нави-то могли подумать о том, что Рошан уже появится. Поэтому готовы были прям с центра пятером стартовать, нажать смок и там сейчас произвести какой-то файт. Ну, это чуть ли не битва финальная будет для Нави. Либо они тут побеждают, и мы еще продолжим смотреть за этой игрой. Либо они за Рошпит Драку проигрывают, а дают Рошана, и Луна просто носит базу. Как бы другого не дано. Нави тут очень сильно по макро проиграли. 27-ая минута, они не знают, что пока делать. 9 тысяч перевеса, да, и противника реально есть все. И Лотус собран. Петушаров в этом плане мне всегда нравился, что он понимает, что есть возможность за 4 тысячи просто закрыть героя противника. Пожалуйста, раз, закрыл. То есть связать тебя не можешь, хексты, там все диспелишь. Разор вообще думает, что вот этого героя, пожалуй, я никогда не трогаю в этой драке. Ястреб. Ястреб висит, ребята. О, Сентрик, он горит, конечно. Информацию собрали. Знает Майнгейт. Там еще гемвер купила, дала бестмастеру. То есть теперь вообще не удивить никак. А там не было каких-то невидимости, по-моему. Не, ну то есть варды, варды теряешься. А вдруг что? То есть теперь это все, у тебя не работает. Ладно, видно, Рейзеры сейчас. Опа, и можно залетать, потому что Ястреба сбросили. Эберспирит сразу получает чит. Витюн. Лайн прыгнул. Нет атаки. Витюн просто под замедлением жестким. Получает бим и снова Афотик Шилд. Убегают, конечно, из МПР-ки. ДПН все еще готов куда-то нырять. Снова Ястреб идет вперед. Генерал на передовой. Получает бим. Получает слип сразу Афотик Шилд. Соло здорово работает. Он в позиционке. Он раздал три хороших Афотик Шилда. Сбили вард. Информацию... Дракона сейчас отдаст. И Майнгеймс там Вижен. Их сняли. И да, минус Дракон. Плюс 250. Как-то... Все равно немножко побаивается. Побаивается, но у них все клавиши остались. Они ничего не нажали. И... То есть так... Потестировали немного лицо противника на ударостойкость, удароприемность. Им как-то... Вот как-то, конечно, не теряя больших ресурсов, Абадон ультимейт выбить. А потом уже просто намного проще. Ты влетаешь, какой-то спелл один в Абадон, он умирает, и уже никто ничего не защитит. И уже и Бестмастер заходит, и Пейн заходит, и они комфортно дают свои спины. Так, это смок от Нави. И... Я не уверен, но сейчас 2021 год, и Рошан в другой части карты. А они думают, кто-то будет сплитпушить, да? Никто не сплитпушит. Рошан просто встал. Они там сейчас и Вижен могут отдать, и время теряют. Рошан уже может быть мертв. Потенциально. Потенциально, да. Но Ренет реально не знают. То есть... Я уверен, что вот потом они сядут, запустили плей и такие, типа... Типа они, это, вообще ФК в тарелку? Не, ну сплитпуш нижней линии в данной ситуации, когда Рошан, за драк из Рошана потенциально, это... Мне кажется, худшее место, где вот можно ожидать противника. Это настолько не читают навичь на карте, может происходить, что ли? Да, это минус Рошан. Не, ну они... Давай так. Они заявили любой потенциальный ганг в свою сторону, потому что там их тоже бы никто не стал искать. Они сами смогут нажимать. Так, там этот, по идее, в Рошан шарт кому-то надо будет отдать. Но я, насколько понимаю, у всех, кроме Бейна, уже есть. Там просто что-то в Рошпите осталось лежать. Я допускал, что это возможно шарф. У Луна нам показывает, возможно... У нее был файд, она прошу уже давала в землю, ни в кого не попало. Ну, в Эрке был точно. Да, мы обидели. У Квапы был точно. Ну, получается, Бейсмастер... А, ну, Бейсмастер был непонятный. Значит, кто-то забрал, получается... Ну, ничего не понятно. Похоже, что это Луна все. Похоже, что это Луна, но она нажимала. ФН. О, Плазмофил, быстро убить, через Хех, зафокусить! ФН! Это будет легкий фраг? Да, это хорошо они сделали. Надо даже нужно иницировать, да. Нави понимают, можно выбить байбэк какой-то в спин оф пейн или подраться хорошо, имея численное преимущество. Давит соперник куда-то в треугольник, просто прыгает вперед. Есть Луна, Луна, стрекает генерала. Пошли слепые. Вперед у тебя Таберспирит, связывает двоих. Залетает все время. Лохо Дэнс, пошли клик, подкоп, шикарно. Это Лохо, тролль начинает бить. Байбэк, от Папы есть. Теперь можно отойти, но Финс Гриф. Золо думает, как дать Афотик Шилд. Как дать Афотик Шилд? Никак. Расставляется, наконец-то это Афотик Шилд. Ведь он сразу подрубается в ультимейт, а Лохо Дэнс уже погиб. Луна будет умирать, скорее всего. Лохо приостается. Прыгает ФН, тем временем с байбэка. Неплохо минусует двух суппортов. В размину шла ВР-очка, ведь он уже без ультимейта. Плазма Филд издалека. Рейзер там где-то стоял, позади. Не может он, конечно, танковать. В данной ситуации бьют теперь Эммер Спирита, но Ван дерется до последнего с Лейтопис. Неплохо, но ресурс заканчивается, и он погибает. Тоже трипл килл Байфен с байбэка. Но Ван отметился дабл киллом, но погиб. Генерал единственный, кто остался у ребят из Нави в живых в этой драке. Ну, это, наверное, максимум, что могли сделать Нави, да, в данной ситуации. То есть, они убили Фена, выбили на байбэк, более-менее подрались, более-менее в их ситуации они подрались. Но Аегис, по-моему, они не выбили. И это плохо. Это прямо очень плохо. Тяжеловато. Тяжеловато. Даже, вроде, поймав на ошибки Фена, не могут прям полноценный тимфайт выиграть Нави. Фен, конечно, байбэкнулся. Это дает возможность потенциально Нави играть вот именно на этом, да, то есть в следующей драке пробовать Фена завкусить и иметь численное превосходство. Но Фен уже, скорее всего, и не будет подставляться. Ну, посмотрим. Шансы остаются. Нави все еще, но ситуация крайняя. Это все настолько печально, потому что когда-то, знаешь, там, допустим, Луна покупила Аганим в этой драке, она просто бы стерла этого тролля за одно нажатие. То есть у них очень много способов еще запасть своих персонажей. Вот в этом проблема. То есть как сделать Разора сильнее, вот когда у тебя есть Фалкон, КПКБ, там, Саша Яша? Но только рефрешем. Ну да. Как сделать сильнее, я не знаю, там, Леона? Как сделать сильнее Абадона? Сидишь и реально не понимаешь. Аганим купить. Ну, может быть, да, какой-нибудь, но, опять же, короче, как сделать сильнее ВР-ку? Дживелин купи. Все, вот ты, герой, уже становится просто Х2 по силе, потому что у него еще ультимейт начинает работать. Как сделать сильнее, я не знаю, там, Бэйна? Купи линзу какую-то. Все, он с того двора будет кстаивать и ищи, откуда тебя Финсгрипп не держит какого-то героя или типа того. То есть очень просто запасть персонажей и у них так на каждого из пяти. А у тебя Разор, у тебя вот, типа, Бадон, Леон, это не те персонажи, которые в такой ситуации могут выйти, собрав какой-то сло, там, Леон, допустим, и сразу все так раз с игра перевернулось. Ну, не знаю, ну, разве что, Эмбер так сильно апует. Эмбер апается. Эмбер апается. Потому что Аганим, 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 Аганим пока приобретает. Нужны деньги, но вот это вот инстант герой, который вот у них реально сейчас хорош по драфту, по всем прочим. Но плохо, но плохо, пока там 13-точек нетворца, это сейчас самый слабый нетворца, но у Вана, при том, что он проигрывает даже Рейзеру сложной линии своему тиммейту. И, конечно, довольно странно видеть, что Эмбер Спирит с мидом имеет такую экономику. Но Вана игра не пошла, только там, конечно, мы с тобой видели, как он просто закопил в толку, да, со словами Джеронима и Лерой Дженкинс. Ну, Супермена он включил, да, Супермена. Его за это, конечно, наказали. А дальше все, уже снова было никакого нет. Смакуются, очевидно, лоха это дело видел, что хрипы погибли, там не должны были. Ну, выдувают. Вам запрещено идти в эту сторону. А там еще кого-то все может зацепить? Может зацепить, да, пока что видит варды, ломает противник, опять же, отрабатывает сентрями и Гем с собой носят, то есть у них в этом плане все четко. Нет лайна, а это единственная возможность быстро запкусить ФНа. ФН понимает, что нет лайна, поэтому может позволить себе идти далеко вперед. Поэтому на Ви будут вытачивать. Причем тут важно уточнить, что они могут его зафокусить исключительно, когда рядом нет петушара, который даст ему лотус и все снимет. У них вот именно со станами полная беда. И он снимает руты, снимает всякие разные вещи, которые тебе мешают. На Клопе ты просто потом даешь блинкаут и тебя не забраться. Безумно сильная луна, я смотрю, ультимайдорф, он с Кадзи будет появляться, конечно. Линкаут, ой, ФН тебя, конечно, укрепил, спаспокупка этой линкет-сферы. Протектил полностью, мне кажется. И лотус сверху, и линкет-сфера на нем. Он же может себе позволить деньги не экономить. 16 тысяч перевеса, да, и вот сейчас возможно на чехнов выходит очень дорево, потому что у тебя команда противника довольно близко. Хотят крипа забрать. Ультра-зора были. Зачем-то завели, короче, эти ребята. Очень опасно играют, потому что ты реально на секундочку ошибся, и тебя выдали, и привязали, убили. Заканчивается при этом Аекис. Майнгеймс, ну, полноценно с Аекисом сыграть не получилось. Они вообще на фриз забирали Рошана, и нормальные драки, ну, как, была более-менее драка, но там с байбэком от Queen of Pate. Возможно, есть Call of Mind Games, что мы, может, давайте подождем, когда FN будет готов. Ну, из разряда, не знаю, кулдаун байбэка подождать, что ли, что прям наверняка, да. Они-то чувствуют, что они впереди, они чувствуют, что они сильнее. Но Na'Vi побаиваются, и я их прекрасно понимаю. Первую победу, которая настолько близка, она, может быть, никогда и не была настолько близки в DPS-ик побить, да, даже в рамках одной карты, и упускать эту победу они точно не хотят. Ты про что? Ты про то, что сейчас в Танни против Нави играют? Только их вторая потом ждет. Не, про то, что 0.6 идут ребята из Майнгей. Ну, да, да, да. Я хотел сказать 1.6. Но тут, на самом деле, очень печальная игра для новей, потому что 16-к перевес, где там только что луны был активирован, и ты понимаешь, что у тебя и по макро, и по микро, и по всему. То есть, у тебя в конце Танни могут просто сплитпушить, кстати, Алоха опять страдает, получает щиточек, сейчас можно ворваться, дать рор что-нибудь. Тема, опа, хороший быстрый фраг, генерал, БКБ сразу через блинк, и пошел присасываться к 7GES. Тот с даблдэмэджем, но немножечко дэмэджем он все-таки потерял. Опа, ведь он нажимает ультимейт, но стоять, как же не справляются Майнгейм с этой ситуацией, просто убегает 7GES под всеми бафами. Figure of Death от Алохи Дэнс, минус Луна, минус 2 уже сделали, ФНа будут забирать, ФН блинкуется, ФНа забрать все-таки сложно, генерал прыгает дальше, есть ГОС Сэпер, плазму фильтр, есть замедление, пошли топорики в спину, ФН подрубает шиу, сразу блинкаут, тэп аут, Алоха Дэнс, Алоха Дэнс, не успевает Алоха Дэнс. Там Линка. И не сбить было бы, Телепорт. да, но они, конечно... Так выигран от команды, ты посмотри, что они сделали. Поймали на ошибке Бэйна, и потом напали на Луну, и Луну никто не защищал. Так, причем, они могли легко это делать, прямо сейчас в этой арке перевернуть, потому что Верка вкастовалась в Леона, Абадон дал щит, и вот на этом моменте Эмбер врывается. Ребят, он тоже дал щит, и Эмбер врывается. Просто Рор нажми. И Рор не нажат тут. И вот на этом моменте можно было просто бить Эмбер Спирит, и игра закончилась. Чувствовалось, конечно, неуверенность, да, в своих силах от Майнгеймс по протяжении всей карты. Они очень жестко доминируют, но они так боятся соперников, что они сейчас даже драку из-за этого проиграли. Безумное вот это вот опасение того, что вы можете проиграть. Оно приводит к тому, что вы ее в итоге и можете реально проиграть. Потому что они могли тогда на хиграунд зайти, и здесь смогли с ними лучше подраться. Но посмотрим. Не додавливают, а не дожимают. Посмотрим, да, то есть это, не знаю, опыта, еще чего-то не хватает им. Координатора, какого-то капитана, пупеям не хватает. Но зато мои только что эти вот пассивистичные прогнозы про то, что уже все закончено, поверили нас к тому, что 4000 отыграли Нави. Проигрывают все еще 12, и все еще не очень хорошо. Но это не полноценный пока камбэк. Нави нужно еще один Тимпайс. Нужно даже два, на самом деле. Но вот они пытаются нащупать. Самое приятное, что они гем забрали с противника, и теперь у них или это свой гем, не важно, еще они тоже могут помочь Вижн. Скоро появится Раштат, и за него, скорее всего, произойдет на следующая полномасштабная битва. Майн Геймс нужно что-то принять в своих головах. Нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность. Сема Заслеер повел команду вперед. Они все еще сильные, очень сильные. Мы так и не увидели потенциал от этих 23 тысяч на Творс от Луны, чтобы она зашла, нажала кнопки и просто драла, чтобы она убила всех. Этого просто не было ни разу. Пока она просто хорошо качается. Нави под смоками. Прочиснули слабые соперника, сразу чейны, но Лохо Дэн сразу же выходит, потому что есть Афотик Шилд. Пытаются его защитить. Снимают тем временем большого крипа. Ястреб упал, там зажали. Тем временем Мир Спирт, он под БКБ. Не убили через Финнс Грипп, но Ван пока откидывает Ремнад назад. Лайн Байбэк, просто Тролль пытается убить Афэн, Афэн все отпрыгивает и его не могут запокусить. Пошел Эклипс. Витюн сражается на последнего. Витюн Лохо Пэй, Витюн БКБ нет, ультимейта нету, погибает. И Байбэка тоже нет. Остальных можно цеплять, Соло подставляется, также есть ультимейт, подхватывает. Остальные на телепортах просто уходят. Луна отпустила, у нее был бим, она не отпустила. Все, показалось, видимо. Телепорт не сработал. В итоге минус 2, Леон, Байбэк, это получается минус 3, сейчас пытаются его еще догнать. Прыгает Клопа, есть шанс, что Сэм Этернл она реально может его задушить и под вышкой. Очень много ресурсов потратили на Ави на попытку убийства Эфена. Эфена оказался реально неуловим. Они дважды его пытались убить. Там даже тролль нажимал ультимейт, чтобы просто убить Квин оф Пейн, а она прыгивает, она просто упрыгивает. Не повезло на башечке, видимо, судя по всему. И контроля от Аллоки не хватало, ничего не хватало. Ну, грамотный билд от мидера команды Майнгеймс, я могу сказать, да, то есть Линкен Сфера все очень качественно было. Так и Этернл, ты можешь просто нажать его либо в себя, либо в тролля там по ситуации. Очень много билд. И Фрирошан. Ну вот теперь-то в Майнгеймс, теперь-то есть Рефрешер, забирает ФН, есть Айгегис, есть Цирр, ну все двери открыты, троллей нет. Второй Лотус есть, что тоже очень важно для ВР-ки. И у нас с тобой появляется аганим у этого Эмберспирита, то есть появляется хотя бы какой-то призрачный шанс, что вот он сам зайдет и сам все сделает, потому что сейчас ему просто не хватало урона Бэйна убить. И у Розора проблемы, поджать БКБ. Там работает этот самый Скадос, мне кажется, реально нужно было просто нажать Телепорт, его уже нет. А где Телепорт, Генерал? А где Телепорт? Не положено, это нам еще отчетность отдавать за него, знаешь ли? У тебя... Там Луна и Кбин оф Пэйти, аж не пробить. Непонятно. Нечем останавливать. Непонятно. Что я потом ультимейт потратил? Без пайпбэка погибает Генерал, 70 секунд. Это вообще не лучшее время. Я не знаю, что еще нужно команде Майнгейм, чтобы зайти и баус ломать. Вы играете 5-4, у вас Аегис, у вас преимущество 19 тысяч, просто идите ломать. Да, Луна наконец принимается на хайграун. Причем они еще знают, что Леон без байпбэка. Аура Бестмастер работает, скорость атаки есть, там еще и Фен может докрутить. Глиф, окей, Глиф выпили, новую пачку крипов ждем. Опасен становится сейчас Номан, потому что у него появляется тот самый Аганим, у него есть Блокинг Бар, он реально очень много урона может расстать и именно от него нави, если хотят как-то камбэк, должны сделать именно это через Эпер Спирита. Он безумно сильный будет в драке. Пробивается Т3, защищать уже просто нечем, ждут Рейзера. Придется пожертвовать, скорее всего, от центральной линии. Смелее, смелее, Майнгейм, смелее. Как они боятся. Ой, Фурштаб, да ладно? Погибает. Флоту 40, что ли, Фигер оф Дэд зарядил. Фантастика. Сэвэн Джессел под БКБ. Пытается драться без Рейзера. Соник Вейв, Соло сдувает, нет тролля, тролля нет Байбека, а потом погибает. Ну это гг, друзья. Я думаю, да. Очень на него похож, по крайней мере. Врывается. Первый от Эмбер, пытается один здесь что-то сделать, но его в Слип. Контроль какой-то есть дополнительный, а контроля нет. Есть Сайланс, а блин, как в АП. И просто хватает урона. Кэмблплейт. 1-0. Майнгеймс выигрывает первую карту серии против НАТО с Винцера. Вау, кто бы мог подумать. Не верил никто, друзья. Часть наших аналитиков не верил, кроме Смайла, кстати, который сказал, что... Я тоже здесь. А ты не надо приписываться. В смысле? чат-свидетель. Чат-свидетель затопился нулевой. Ну да, вот так вот у нас начинается сегодня первый дивизион. Безумно интересный результат, потому что первую карту, которую выиграют на DPC ребята из Майнгеймс, они выиграют у Нави. Нави сейчас в серии отстают. Кто бы мог подумать вообще? Не, ну на самом деле... Вот Сарёк сидит. На все вопросы твои. На самом деле то, что делают Нави по карте, это, конечно, ну ни в какие ворота не лезть. Да, вот этот No One, режим Супермена идёт, фидит. К пикам, да, есть вопрос Разор, но Флейк, который я вообще не показал. Первое, это вот именно тролль, который ласпиком, который по итогу делает трафт неплохим в плохой. И вот, короче, все остальное просто спустят. Просто пускай в аналитике. Да, я пока комментатор, мне это не надо. Пусть они работают. Да, это тот случай, когда очень интересно было бы послушать наше комментирование этой игры за кадром, потому что оно было тоже достаточно весёлым. Как и сама игра. Кто бы мог подумать, но Unique ведут в матче с Na'Vi 1-0. Они всё-таки собрались? Майндгеймс. Майндгеймс. Оп. Всё. Да, после такого они действительно майндгеймс. Надо... Команда, которая не выиграла ни одного Best of 3, она, по-моему, вообще одну карту забрала во всей этой серии, отжимает карту Na'Vi. Да, причём как? Краткое содержание. Вначале Na'Vi вроде бы неплохо начали на линиях, но потом пошло Заливалово, которое длилось до тех пор, пока преимущество не выросло до огромных значений. Дальше попытка камбэка. Ну, я бы так сказал, Unique, по-моему, сами не... Майндгеймс, по-моему, сами не верили. Нет, 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 нет. Майндгеймс сами не верили, что они могут вообще эту игру закончить. Уже там такое преимущество. Ладно, давайте разбираться, что здесь и как. С тройки Разора можно начать. Ну, вот, наверное, главный фейл, да, то, что Разора всё-таки не послали на первую позицию, не был допикнут этот герой на третью позицию, который шёл бы вперёд, опять же, который сбивал бы этот Ultimate Bane, который просто вытанковал вместе с Абадоном, да, потому что Абадон всё-таки, да, он может вытанковывать, но, опять же, ему дэмэж какой-то нанесут, он потратит Ultimate, всё, он дальше, он не танк, да, он слишком мягкий персонаж, у него нет там огромного количества армора, его снесут, да, он всё-таки хочет, он после того, как заюзал Ultimate, если он будет танковать, он стоит сзади и ждёт, пока на кого-то там накинется какой-то дизейбл. Вот, начало неплохое, от Нави, но вот здесь вот сейчас должен быть момент с Эмбером, если я правильно понимаю. Вот, вот это прям очень красивый момент, прям всё идеально комбинируется. Как, не знаю, это ну юзают там на ноле КММР. Ты недооцениваешь то, что я видел вчера. Смотри. Рор, да, определённое количество, допустим, 2 секунды. Там даже показывают полоски. Шеклшот, 2 секунды, такой, смотри, кидает рор, ты такой, раз, и потом, и уже можешь, как бы, просто про себя в уме, да, сказал раз, и можешь уже шеклшот заряжать, и как бы получится такой, знаешь, пролонгированный стан. Я воспользуюсь этим гайдом. Попробуй, попробуй, да, кстати. Чтобы пролонгировать. Чтобы не кидать. Второй момент. Щиток на Эмбера против ульта Бэйна, но рор. Да. Это самая причина, которая показывает, что, ну, Баддона одному герою ставил палки в колёса, а второму нет. И второй герой, вот он, условно говоря, Эмбер идёт первым. А я напомню, он огильщик, он идёт вперёд, он получает там ультбэйна, он получает щиток, получает рор, и его всей команды разваливают. Поэтому два героя, вот уже, уже хоть что-то против Абаддона, так что норм. Очень круто работал шард в Эрке, которая выдувала и Абаддона в ультимейте, и вообще всех героев. Но, тем не менее, даже проигрывая там порядка десятки, Нави выходили в атаку и даже неплохо разменили. Ну, вообще, я считаю, что вот Нави, учитывая, как проходила игра, то есть, что мы сейчас видим? Мы видим преимущество у них. 10 тысяч, а и Аегис. Да, у них Аегис. Что происходит? Нави на них нападают. То есть, им настолько надоело играть от обороны, от игры вторым номером, что они сами пошли в атаку и спрашиваются, зачем? Если у противника преимущество, это противнику нужно на них идти. То есть, они могли спокойно вообще сидеть на хайграунде и чилить. Но в итоге история совершенно другая. Вот здесь тоже. Ну, видно, что Майндгеймс Майндгеймс нервничает, потому что нам хоть не показали этот момент до конца, но там был момент, в котором Луна начала делать ТП под троллем с башером, что, в принципе, невозможно. Ну, тут видно, да, что Майндгеймс, они, ну, у нас так-то на ДПС Лиге в первом дивизионе, они вообще редко резьку переходили, почти всегда лупили их и они редко играли. Типа что делать? Да, и сейчас вот было видно, что вот они играют, они как бы играют, но как будто они играют от обороны, хотя там было видно, что у них все есть. И FlyVision Бисмастер, и куча саунов, и дикий рассказ. То есть вообще по-хорошему можно было все это сделать намного быстрее, намного качественнее, но хорошо, что они хотя бы сделали это, потому что... Мы из-за вот этого пассивного пика, из-за жадности этого пика, то, что был пик на этот тролль, что у тебя происходит? У тебя квопа на полном фрифарме, потому что единственный герой, который может цепануть, это Леон, да, Эмберспирт ее не цепляет, потому что чайные, они не раскачаны обычно к минуте, когда тебе нужно убивать Queen of Pain, она там на единичку их берет. Соответственно, Бисмастер у тебя стоит на полном фрифарме, потому что его никто не может прийти убить, да, и у тебя второй доминатор оверлорд появился на, по-моему, 17, что ли, минуте. Это очень быстро, это очень быстро, и все, он занимает чужой лес с этим сеншент-крипом, и любой суппород приходит, умирает, даже Кор приходит, умирает, он любого там задает. И самое главное, что у тебя вот этот герой, который нам показывается слева, да, он стоит на полном фрифарме, он уфармливает свой лес, опять же, он уфармливает свой треугольник, ему делают огромное количество стаков, почему? Потому что, да, эти герои, которые жадные, которые не хотят драться, которые хотят фармить, они не могут туда прийти и повоевать за эти стаки. Из-за этого луна выходит суперогромная, и они идут как раз под все ауры Бисмастера, под Эншн-крипа, под раскачанную квапу, под эту луну, под двух хороших суппортов, идут тебя давить. И еще, самое интересное, что юники даже стеснялись вперед идти, они могли выиграть намного раньше, у них все было для этого, они собрали бешеное количество артефактов, чтобы просто игру эту закончить на 10-15 минут раньше. Ну, Ван, только первая игра. Да, это первая игра. Друзья, не забывайте, что DPC нужно смотреть с экспертом по зрелищным каткам HVL Jolion. Подробности у нас под трансляцией, а также не забывайте про голосование в группе ВКонтакте Рухаба, где мы выбираем MVP прошлой недели. Голосуйте, отмечайте себе MVP этой недели, чтобы проголосовать на следующий. Ну, а мы на этом уйдем на перерыв и вернемся ко второй игре.